Такая ситуация впервые. Активисты Общероссийского народного фронта и представители администрации Сургута разбираются в истории, которая разворачивается в дачном кооперативе Чернореченский. Там в частную собственность передали земельный участок, на котором расположена заводь реки Черная. Тревогу забили соседи после того, как обнаружили, что на территории ведется отсыпка. Водная гладь, которую облюбовали утки и выдры, постепенно скрывается под толщей камней и грунта. Представителям животного мира теперь приходится искать новое место обитания, а жителям любоваться видами из-за забора. Они утверждают, что новый собственник заплагировал все выходы со смежных участков к заводе. Дачники обратились в ОНФ, написали заявление в полицию, прокуратуру и администрацию города. Может ли участок, который находится за этим забором, быть отведен? Ответ председателя, что в связи с нахождением водного объекта это отведено быть, не может. Ответ от 17.07.2015 года Департамента имущественных земельных отношений, что испрашиваемый земельный участок относится к имуществу общего пользования и не может быть распределен между членами некоммерческого объединения. То есть есть подтверждение водного объекта, есть ответ от администрации, что этот участок распределен быть не может. Почему вдруг в 2019 году он оказался распределен, не знаю, непонятно. Оказывается, эти участки предоставлялись в 2018-2019 годах в полном соответствии с законодательством, исходя из тех условий, которые действовали на тот момент. В регламентирующих документах сказано, что члены кооперативов вправе приватизировать землю бесплатно, но если она находится в границах товарищества. Основанием должно стать членство в такой организации и решение собрания собственников. Оказалось, что физически заводчь Черной речки была на участке, однако в едином государственном реестре таких данных не значилось. Они появились лишь в 2020-м, уже после приватизации. В период каких-то контрольных мероприятий было установлено, федеральные органы приняли решение, что да, это будет водным объектом. Они его закоординировали, внеснили ГРН. На сегодняшний день в границах этого земельного участка находится водный объект. Соответственно, исходя из того, что в границах земельного участка находится водный объект, то есть мы не распоряжаемся водными объектами, мы распоряжаемся только земельными участками. Соответственно, для того, чтобы отыграть ситуацию назад, мы пошли в суд, потому что только суд может поставить точку. Первое разбирательство по этому вопросу завершилось в середине декабря прошлого года. Среди открывшихся в суде обстоятельств есть интересные факты. Прокуратурой, например, установлено, что при принятии решения о выделении оспариваемого земельного участка в частную собственность был нарушен порядок проведения общих собраний. Проголосовать за отчуждение общего имущества должны были более половины всех членов Чернореченского. Однако установить, был ли кворум, не удалось. Оказалось, что уведомления о проведении собрания садоводам не направляли. А исходя из положения земельного кодекса России на территории, покрытой водой, юридическое образование земельных участков недопустимо. Таким образом, прокуратура попросила признать изначальное решение о согласии кооператива на приватизацию недействительным и отменить все сделки. Их было две. Получивший первым право собственности сургутянин через некоторое время продал землю. Также в действиях одного из этих владельцев надзорные органы выявили признаки мошенничества и направили материалы в полицию. Там продолжается проверка. Решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела пока не принято. Сургутский городской суд же в итоге согласился с мнением прокуратуры, признал право собственности нового владельца отсутствующим и потребовал освободить в течение месяца земельный участок. Этого не произошло. Ответчик обжаловал вердикт в окружном суде. Там разбирательства продолжаются. Субтитры создавал DimaTorzok